Здравствуйте, уважаемые пользователи Мастеркама! С вами Евгений. И сегодня, ваше внимание, я предлагаю практический урок о том, как работать со слоями. Мы откроем готовый документ. Я его подготовил. И представьте такую ситуацию. Вам прислали документ, в котором содержится очень много разных элементов. Нажмем на знак Sigma. Их 38. И при том, все они расположены на одном слое. Вам надо будет работать с какими-то определенными элементами. Допустим, с этой, с этой, детально, с этой. Как можно поступить так, чтобы автоматизировать свой процесс? Конечно, вы можете взять и удалить каждый элемент, который вам не требуется. Но это не является рациональным. Поэтому я вам предлагаю работать со слоями. Со слоями работать очень легко. Вот мы видим слой. Видно его, либо не видно. Как на его название. И сколько элементов там содержится. Нажмем слой 2. Создадим. И напишем Table. Стол. Нажмем ОК. Вы видите, что здесь появилось название Table нашего нового слоя. И перенесем туда стол. Правая кнопка. Выбираем. Нажимаем зеленый шар. Переносим. Либо копируем. В данный момент мы переносим. Нажимаем ОК. Видим, что здесь 37. Здесь 1. Стол исчез. Делаем третий слой. И нажимаем. Выбираем название Plate. Нажимаем ОК. Plate. Правая кнопка. Выбираем элемент. Enter. Move. ОК. Если вы нажимаете и получается такая зеленая линия, то этот слой начинает быть активным по отношению к предыдущим. Здесь напишем четвертый. Напишем Part. Детали. Правая кнопка. И выбираем элементы. Детали. Допустим, зеленый шар. И ОК. Мы видим, что сейчас в данный момент активный слой четвертый и 18 деталей. Ну и сейчас мы допустим пятый слой. Запишем фиксирующие болты. Допустим. Первый слой у нас обнулился, потому что все детали разошлись по другим слоям. Теперь вы можете работать непосредственно с теми элементами, которыми вы хотите. Также, допустим, выберем пятый элемент. Чтобы как-то выделить вот эти фиксирующие болты, поменяем цвет. Выбираем их. Точнее, сначала делаем так. Правая кнопка. Выбираем те элементы. И теперь можем выбрать цвет. Ну, допустим, поярче, чтобы можно было видеть какие-нибудь там столкновения деталей. В принципе, теперь вы знаете, как выбирать слои, как с ними работать. Это был вводный урок. А в следующем уроке я покажу, как работать со слоями, на которых находится геометрия, линии, окружности, скругления и прочие элементы. Спасибо за внимание. Для более подробной информации советую зайти на сайт nostalcom.ru, где вы можете узнать не только информацию по программе, но и написать свой вопрос в разделе «Форум». Спасибо. До свидания.